Исторические факты-то есть про это место? Исторических нет, есть легенда. Нет, ну когда там заняли, был бой, не было. Исторические факты. Исторические такие факты. Брали все это в октябре 44-го года. Но его не брали. И брали наши пришли просто с материка. Нет, не так все было. Значит, брали в октябре 44-го года. Ветерал боевой действия. Не ветерал, но я просто читал в интернете. Если не интересно, я ничего не скажу. Где не делаете, а вы не считаете? Значит, брали торпедными катерами. Значит, на них было загружено 600 с чем-то человек десанта. Вот можно карту вернуть, а? Я сейчас покажу нашу фотографию, где могила этих десантов. Можно карту вернуть? А, то все-таки я отпустил. Вот, значит, сам город, вот он. Вот здесь вот стояла батарея 150-миллипетровых орудий, которые и весь прорив, и вот эту всю бухту они перекрывали наглухо. Поэтому одновременно, значит, с материка туда подобрался наш десант. Там несколько десятков человек буквально. А отсюда пошло шесть артемных катеров и шесть катеров этих самых... Ну, охотников. Охотников, да. И эти катера, поскольку они очень быстро идут, они, очевидно, немцы не успевали просто по ним стрелять, а эта батарея была блокирована. Они вот здесь вот высадили этих 600 несчастных человек, которые там, так сказать, много крови потеряли. Они, причем они высаживали, они не могли даже поддержать их артиллерии. Они тут же убегали обратно, потому что невозможно. Такая плотность огня была. Там, так сказать, вдоль всего берега стояли 150-миллиметровые и 88-миллиметровые зенитные орудия, которые переделаны были для стрельбы вот по морю. И вся эта система вот у них не сработала, поэтому буквально за два дня. Как это получилось, не знаю. Может, просто повезло, может, это самое. Но боевых действий здесь вот не было. Но как же они успели тогда все вывести из этих помещений? Да вот что вывести, что у него есть крезент, да. Вывозили, скорее всего, не они. Вывозили, так сказать, вот, то есть там все боевые действия, которые были в этом районе, они укончились через пять дней. То есть вывозили не немцы, это потом уже наше все вывозили. А немцы просто покинули спешно. Да, а немцы просто ушли. Понятно. Норвегия вышла из войны. Все ясно тогда. Объявила войну Германии. Значит, здесь боеприпасов мы никаких не нашли. Но вот это самое, кухти вот здесь вот. А это потом, да. Очень много. То есть они, скорее всего, туда сидели? Скорее всего, наши просто перехали туда. Я немножко добавлю по этому вопросу. Когда вот когда я сам взял Лене Хамари, оно же было базой снабжения, и, соответственно, они напоролись на немецкие запасы. Там было много спешного. Вот. И они там завязли, потом подошли из печенки наземные войска, которые к этому моменту печенку уже взяли. Они через день подошли, там была большая драка. Причем даже не комменциально зафиксировано, чтобы приехал командующий флотом туда. Но он их не разнял, он просто заставил морскую десанту поделиться с утопом, где-то они нашли. И, собственно, вот пока они там 4 дня в себя приходили, с немецкого, и отсюда немцы ушли. Любая. Но в том-то и дело, что, в общем-то, некоторые эти рассказы пересекаются. Почему я не стал углубляться? Я тоже почитал это все, но есть неточности и в тех, и в тех. Тем не менее, могу сказать, что из этих 600 человек 5-6 героев Советского Союза именно за эту операцию. Ну, да, не вопрос. Это точно. Вот как раз, кстати, вот пещера, в которой вот видно, что вот эта плита имела... Ну, то есть они использовали одну плиту, просто прорубали другую, и естественная крыша. Очень широкий проход, такой туннель, заваленный входы, какие-то палочки. Ну, в некоторых так жутковато заходить. Вот этот как раз вход, эту бухту, где мы стояли, тут тоже вот все завалено камнями, но камни не откатаны, и такое ощущение, что их туда засыпали. Но место взрыва тоже мы не нашли, как бы визуально непонятно. Там есть очень много просто таких вот непонятных, действительно, вещей. Вот видно, что вот этот дот, да, вот эти ступеньки, которые были в первом кадре, вот эта площадка. Есть ощущение, что подходило сюда судно под разгрузку. Но сейчас это завалено все острым камнем. А все вокруг там окатанное, ну, непонятно. И взрыва не видно, следов взрыва вроде никак не видно. То ли, может, наши уже это делали, то ли что. Вот эти вот траншеи, это больше человеческого роста, это просто проходы, все это рубилось, капитально. вот стена прохода, вот человек стоит. То есть вылезти оттуда, даже вылезти сложно. Там, искали место, где как-то туда спрыгнуть, зайти. Вот тут, кстати, и нашел, вот, Валера, единственный патрон. Чего? Чего? Немецкий. Чего? Ну, блин. Это же... Карабина. Карабина. Все это, это. Не-не, ну, у него там, другое, своеобразное. Обычный парабаумовский. По-моему, там, дата была, 43-й год на... Вот тут Сергей Олегович тут впереди идет. Ну, видно, какой туннель. Там, вообще, он очень длинный. Метров 30, наверное, заканчивается комнатой, вот этот пур обломанный, торчит из стены. Заканчивается тупиком. Опять, ни назначения непонятно, ни следов там жизни, деятельности нету. Есть. Вот комната, вот такая большая комната. Дальше коридор. Вот как раз этот вход в башню, вот эти металлические двери, одна вот такая, другая, такая раздвижная. И вот открываешь дверь, на тебя дом смотрит. Ну, такая защита капитальная. Здесь вот еще была какая-то лестница вниз, но была затоплена вода, стояла по уровню пола. Там пытались светить, там какие-то бревна лежат. Ну, что-то я не думаю, что кто-то бы захотел туда нырнуть. И вынужден. Так, посмотрели, и все. Опять же, вот армированные потолки металлом, заливка. Тут все капитально с устроен. Тоже помещение со вспышкой. Вот эти вот лафеты из-под лужек. Вот наш рим, вот шомпол этот единственный. Тоже не поймешь. А вот это как раз полуостров немецкий. Дайверская база и вот тоже немецкие сооружения. А тут что-то из-за не нашли? Нет, нет. Да, у меня там дальше на Панараме есть. Вот, как бы, по самим именно сооружениям острова, это все. Полуострово, мыса даже, Романов. И, насколько я понимаю, Романов или Романов? Романов. Да. Ну, это самое укрепленное было именно вот эта вот часть. На самом деле, укрепления и дальше идут. Ну, в общем, так сказать, ну, их намного меньше. Чем ближе к вершине, тем их больше. Я там на них наткнулся. Да, да, да. Мы облазили тоже. Еще Денис залез еще в те, которые мы не попали вообще. Нет, проводник. Андрей, я имею в виду гору, которая была за нами. А, наверх? Ну, я туда что-то как-то залез один раз и с Валерой там полазили так, еле-еле. Я товарищ, находился в воде. Да, давай еще вот такой афганец, поэтому он ходил. Ну, давай ты по подводной части порасскажешь. Давай, мы перекурим, перекурим, да иного. Да, я заодно. - .